Если вы будете штриховать прямо четко, начинать от границы, то вы не потеряете эскиз. Всем привет! Сегодняшняя тема наша это закрепление эскиза. Очень многие мастера, закрепляя эскиз на бровях, его теряют, теряют прям постоянно. Потом тратят много времени на то, чтобы восстановить. Некоторые не тратят и делают криво. Когда вы штрихуете, вы должны начинать, вот если это ваш эскиз, если у вас есть граница с белым, либо с другим каким-то цветом, либо просто вы прям по эскизу начинаете штриховать, вы должны начинать вот прям четко от самой внешней точки от границы вашего эскиза. Чем он нарисован, это не важно, но самое главное, чтобы все, что вы нарисовали, находилось в зоне ваших штрихов. Доходить вы должны до внешнего края и очень частая проблема при заживлении, что вот примерно вот такое пространство настолько дымчатое, что оно не остается при заживлении. Поэтому я рекомендую своим мастерам проходить прям довольно плотно до четко границы и несколько штрихов дымки оставлять за границей, потому что почти всегда брови сужаются, когда заживают. Если вы будете штриховать вот прямо четко начинать от границы, можно даже это делать замедленно, чтобы приноровиться и попасть точно туда, куда нужно, то вы не потеряете эскиз, но при условии соблюдения количества штрихов, которые мы обсуждали в одном из наших видео. Итак, вы должны начинать от самой границы, проходить все плотно, с одинаковым нажимом, скоростью, количеством штрихов выбранных, толщина кожи и прочее, все имеет значение. И когда вы доходите до внешней границы, ваша дымчатая часть должна находиться за границей ваших бровей. То есть вот я дошла до границы, и вот здесь вот несколько штрихов, чтобы была дымка по внешнему контуру, чтобы ваша бровь при заживлении не сузилась, и вы в итоге не потеряли форму после заживления. И опять-таки, если вы сотрете то, что вот я сейчас сделала, на латекс я не стираю, просто на коже я бы стерла и проверила, и моя дымка была бы равномерная от внутренней границы и до внешней границы. То есть эскиз таким образом потерять просто невозможно, при условии, что вы владеете штрихом. У нас, кстати, на эту тему есть много видео уроков, можете посмотреть их на нашем YouTube-канале. Таким образом мы проходим всю бровь, естественно. Спасибо за просмотр. Пишите вопросы в описании, если что-то непонятно. Всем пока!